и низменных дел можно получать весьма великую пользу, если мы совершаем их во славу Божию. Что маловажнее стрижение волос, но и это можно делать для Бога. Если ты не будешь изысканно убирать волос, не будешь украшать лица, не будешь наряжаться к соблазну и прельщению взирающих на тебя, оденешься просто, как случится, и как требует только нужда, то ты сделаешь это для Бога и без сомнения получишь награду за то, что обуздал порочную похоть и укротил неуместное тщеславие. Подлинно, если тот, кто подает для Бога чашу холодной воды, наследует Царство Небесное, то представь, какое получит возмездие тот, кто все делает для Бога. Можно и ходить для Бога, и смотреть для Бога. А как можно смотреть и ходить для Бога? Когда ты не стремишься к нечестию, не занимаешься чужой красотою, когда, видя идущую навстречу женщину, удерживаешь свое зрение, ограждаешь лицо свое страхом Божиим, то ты сделаешь это для Бога. Так же, когда мы одеваемся не в дорогие, изнеживающие нас одежды, но в такие, которые могут только прикрыть нас, можно распространить это правило и на обувь. Многие дошли до такой изнеженности и роскоши, что даже обувь свою украшают и всячески испещряют не менее, чем другие лица. Это знак нечистой и развращенной души. Хотя это кажется маловажным, однако, как в мужчинах, так и в женщинах, это и знак и доказательство великого невоздержания. Итак, и обувь можно употреблять для Бога, если всегда будем удовлетворять только нужде и ее ставить мерою при пользовании вещами. А что и походкой, и одеянием можно прославлять Бога? О том, послушай, что говорит мудрый муж. Книга Сераха, 19 глава. Одежда и осклобление зубов, и походка человека показывает свойства его. Если мы в одежде будем соблюдать приличие, степенность и во всем показывать великую скромность, то и неверный, и невоздержный, и буйный, как бы он ни был бесчувствен, при первой встрече с таким человеком будет удивляться ему. Когда мы в брак вступаем, то и это должны делать для Бога, имея в виду не то, чтобы получить богатое имение, но чтобы найти в жене благородство души, не множество денег и знаменитость предков, но добродетель и кротость нравов. Мы должны брать сопутницу в жизни, а не участницу в пиршествах. Но к чему исчислять все? Мы можем, подобно вышесказанному, проследить каждое событие и дело, и все совершать для Бога. Как торговцы, плавающие по морю и пристающие к городам, выходят из пристани на торжище, не прежде, как узнавшим, что можно получить прибыль от своих товаров, так и ты ничего не делай и не говори, отчего не будет пользы, во славу Божию. Не говори мне, что невозможно делать все для Бога, если обувь, стрижение волос, одежда, походка, взгляд, беседы и собрания, входы и выходы, шутки и похвалы, укоризны и одобрения, дружба и вражда могут быть для Бога, то что еще остается, что не может совершаться для Бога, если мы захотим? Что хуже положение темничного стража, например, жизнь его не почитается ли ниже всякой другой, однако может и он, если захочет, проводить эту жизнь, используя для себя, когда будет щадить узников, услуживать заключенным неправедно, не торговать чужими несчастьями, когда будет общим пристанищем для всех имеющих в том нужду. Так спаси темничный страж, приставленный к Павлу, деяние 16 глава. Отсюда видно, что мы от всего, если захотим, можем получить себе пользу. Аминь. Спасибо.